Я лежу в кровати уже несколько часов. Сейчас уже половина четвёртого ночи, и я ничего не могу поделать. Мои родители смотрят на меня, но я не осмеливаюсь взглянуть на них. Я пытаюсь не кричать. Их глаза смотрят прямо на меня, а рты висят открытыми. Я парализован страхом. Мне нельзя дать ему понять, что я не сплю, ведь никто не может меня спасти. Мне нужно придумать, как сбежать, потому что если я здесь останусь, я умру. Оно ждёт, когда я проснусь, чтобы я увидел, что оно натворило. Несколько часов назад я был разбужен громкими криками из коридора. Я встал и пошёл посмотреть, что происходит. Когда я взглянул в щель двери, я заметил кровь на полу. Испуганный, я забрался обратно в кровать и спрятался под одеяло. Я отчаянно пытался уснуть и убедить себя, что это был просто ночной кошмар. Затем я услышал, как дверь в моей спальне скрипнула и приоткрылась. И я выглянул из-под одеяла, чтобы посмотреть, что происходит. Я увидел, как что-то втащило в комнату два больших свёртка. Что бы это ни было, это был не человек. Я могу сказать это наверняка. Оно худое, высокое, с мертвенно-бледной кожей и длинными растрёпанными волосами. Оно бесшумно вползло в комнату. Мои глаза привыкли к темноте, и я смог разглядеть, что оно тащило за собой. Это были тела. Тела моих умерших родителей. Оно прислонило моего отца к краю кровати и повернуло его голову лицом ко мне. Потом оно усадило в кресло мою мать так, чтобы она тоже смотрела на меня. Наконец оно начало что-то рисовать кровью на стене. Оно отступило на шаг, и я смог увидеть, что оно написало на стене надпись. Несколько часов назад было слишком темно, чтобы разглядеть, что там было написано. Нечто стоит у стены уже несколько часов, ожидая, когда я проснусь. Мои глаза привыкли к темноте, и теперь я могу прочитать надпись на стене. Я не хочу смотреть. Об этом слишком страшно думать. Но мне нужно. Нужно увидеть это, прежде чем я умру. Я украдкой смотрю на надпись на стене. Там написано. Я знаю, что ты не спишь. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok